Ассаламу алейкум, уважаемые друзья, это программа Экстра Раунд и меня зовут Асланбек Бадаев. Сегодня у нас в гостях перспективный боец Куба Беркут, выступающий в лиге АСБ Сайфулла Джабраилов. Сайфулла Джабраилов ММА – 8 побед и одно поражение. Он является мастером спорта по вольной борьбе, многократным победителем чемпионатов республики и всероссийских турниров и двукратным чемпионом международного турнира «Дружба мира» в Украине. Ассаламу алейкум, Сайфулла. Алейкум ассаламу алейкум. Алейкум ассаламу алейкум. Сайфулла, приветствую тебя в нашей программе. Сейчас, пока у тебя не назначен бой, насколько мы знаем, не анонсированы поединки. Расскажи нам, чем ты сейчас занимаешься? Да, на данный момент у меня пока боя нет. Тренируюсь, как обычно. Это наша работа. Мы всегда должны быть в форме. В любой момент может быть замена. Надо быть готовым. Тренируюсь, как обычно. А вообще, в психологическом плане не тяжело бывает, когда нет боя и тебе приходится постоянно тренироваться? Ну, бывает момент, когда ты устаешь от этого, когда ты все время тренируешься. Организм тоже иногда дает сбой. Но это наша работа. Мы к этому уже привыкли. То есть это у нас в мышцах. Наша мышечная память это уже знает. Мы тренируемся. От этого мы бываем спокойны. Сейфула, я знаю, что в разработке был твой поединок против Георгия Караханяна. Но так или иначе, этот бой не случился. Было это летом. Вот тогда были мнения, что, наверное, все-таки может тебе и рано встречаться с таким соперником. Вот как ты сейчас считаешь, вот оглядываясь назад, если бы этот бой состоялся, был ли ты готов к нему на тот момент? Да, безусловно, я был готов. Я тогда сказал, я был готов и к борьбе, и к стойке партии. У меня без разницы. Да, конечно, Караханян, он опытнее мне, но это нисколько не умоляет меня. Я тоже тренируюсь. Меня готовят мои тренера. У нас тренера тоже, алхамду лиллах, все хорошие. Ну, я был в форме. Это не значит, что у него рекорд большой, что у меня чуть меньше рекордом. Рекордом человек не определяет. Главное, это настрой, его подготовка. Ну и как сказал и сам Караханян, насколько я знаю, он попросил более известного бойца. Он сказал, может быть, парень очень сильный, но в моем случае мне нужно драться с серьезным именем. Как ты считаешь, была ли это правда или по каким-то другим причинам он отказался? Ну, если честно сказать, я сейчас не знаю. Я не могу о человеке сказать такое, о чем я не знаю. Но, может быть, он хотел более именитого соперника, чтобы побыстрее дойти до пояса. Может быть, я ему был как борец неудобен. Плюс я еще могу в стойке драться. В стойке накидать можешь? Да, да, да. А бороться могу лучше, чем кто-либо там. Может, я не знаю, там масса вариантов. Сейчас сказать, что-то не так или не то про человека, я ничего не хочу. Сэйфула, ну и не могу тебя не спросить. Вот сейчас Караханян дерется с Нагибиным. У них очень серьезный такой конфликт произошел. Если честно, немного удивительный трэштокинг у них был. Вот если бы, допустим, по отношению к тебе, если бы у вас был бы бой, и Караханян начал бы какие-то такие неприятные вещи говорить, как бы ты себя повел? Это очень трудно сейчас. Об этом даже думать. Такие вещи у нас в нашем интеллектуальном, тем более неприемлемые. Я бы его наказал бы, не дожидаясь до боя. Что, вероятно, сейчас произойдет? Нагибин сказал, говорит, держите нас друг от друга подальше. Ну, я не знаю, что там, ноги бы, если он хотел бы, он нашел бы много окошек, чтобы найти его и наказать его. Я бы столько не дождался бы. Я точно знаю. Сэйфула, ну тогда давай перейдем к следующему этапу нашей программы. Как мы знаем, экстра раунд у нас подразумевает отработку коронных приемов. Ты у нас очень сильный базовый борец, очень хорошего уровня. И теперь хотелось бы, в первую очередь, чтобы ты нам показал борьбу, борьбу в ММА. Вот именно, как ты переходишь к ней, как проводишь тейкдауны и так далее. Допустим, бой начинается. Ты рассказываешь? Да, бой начинается. Многие знают, что я борец и думают, что я буду бороться. Ну, я как бы сейчас, как еще сказал, я очень люблю стойко биться. Но надо обманывать. Меня больше всего надо все время обманывать. Вот мой перевод в парте получается вот так. Вот я выкидываю джеб, я делаю вид, что прохожу, он защищается, выпускает руки вниз, защищается, и отсюда прохожу апперкот. Если попадаю, то он сам валится. Если я чуть ушатаю, он обратно поднимет руки, и повторный прыгает, сразу ноги, а 100% проходит. Вот я его обманываю. Вот мы деремся, раз выкидываю джеб, показываю и пропускаю. Если он поднимается, то я сразу повторный проход. Отсюда хорошо проходит. Ну, то есть, работая по этажам, в любом случае, ты заставляешь гадать соперника, что ты будешь делать. Да, соперника расшатаю, все проводит. Ну, давай тогда, Сэфулла, прям с тейкдауном, покажи, как все-таки это будет. Интересно было бы все это. Я выкидываю джеб, раз, покажу, раз, и оттуда контроль, начинаю добивание. Ну, от этих тейкдауна очень тяжело будет защититься. Сэфулла, как мы уже сказали, ты боролся на очень хорошем уровне в вольной борьбе и переход в ММА. Зачем тебе это нужно было? На самом деле, я шучу, вот, причины перехода все-таки. Ну, если честно сказать, да, я много боролся по вольной борьбе. Еще с малого возраста я хотел драться. Я все время дрался на улицах. И у меня брат, он боксер, он является чемпионом Европы. И когда еще он дрался, а я в то время боролся, мне все время хотелось все работать руками. Вот. Я устроился тренером по вольной борьбе в клубе «Беркут». И я видел, как там ребята работают, тренируются, выступают. И мне очень сильно захотелось. И я попросил нашего директора Рамзана Батаева дать мне бой. Ну, хотел проверить себя, показать, на что я способен. И по воле Аллаха они дали мне бой. И мой дебютный бой был с Дагестана, сейчас точно не помню. Который сейчас вышел в полуфинал Гран-при «Беркут» Янг. Иглс Сайгит Абдулая. Да, 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 вот, Сайгит Абдулая. Вот. И бой завершил досрочно. На первом раунде я техническим нокаутом выиграл. И потом мне через две недели дали обратно бой. Потом еще три месяца, еще бой. И так пошло, поехало. Сайфулат, действительно, вот, очень хорошо ты работаешь именно в стойке. С рук рубишься постоянно, очень зрелищные бои показываешь. Вот кто-то говорит, что вот просто жалко такие навыки борьбы и не использовать их. Вот почему все-таки не боишься рисковать в стойке, что можно пропустить или так далее, и так далее. Или все-таки тебе все равно, и это зрелищный стиль, желание драться, они берут вверх. Может быть, многие подумают, что я делаю именно это из-за зрелища. Нет, у меня, само собой, получается, где надо бороться, я могу бороться лучше, чем кто-либо. Могу переводить, контролировать. Но это, видимо, смешанное единоборство, тут надо и по этажам работать, где надо в стойке, где надо бороться. Вот лишний раз, когда борешься, он много сил занимает. Поэтому надо с обом работать. Главное, надо думать, настроиться на бой. Как ты себя настроишь, так и поведешь в бою. Да, действительно, ты очень правильно сказал, что это смешанное единоборство. И проблема многих борцов бывает в том, когда переходят в ММА, они не могут перестроиться. Вот как твой переход, когда был, ну, насколько тяжело тебе приходилось перестраиваться из борьбы в ММА? Тяжело ли было поначалу? Если честно сказать, то я бы сказал, нет, мне было нетрудно. Я чуть до перехода в ММА тренировался в моего брата, ну, любительски заходил, периодически боксировал. Так, а сейчас мне тут, я в спаррингах, все время стараюсь, анализирую, что у меня проходит, а что нет. А потом уже на соревнованиях делаю то же самое, что у меня в спаррингах проходит. У тебя прекрасный бойцовский рекорд. И вот единственная единичка в поражении, это от Артура Соловьева. И вот сейчас, когда смотришь на тебя, смотришь на него, вот при всем у Женика Артура, он хороший парень, мы его знаем. В общем, это, ну, понимаешь, что это все-таки была, наверное, случайность. Потому что вот следующие его бои он проигрывал, ты, наоборот, выигрывал, пошел вверх. Вот не было ли у тебя желания провести с ним реванш или сейчас это уже не актуально? Я вот вам что скажу, я никому раньше, до этого момента никому ничего не говорил. За две недели, или, не знаю, за 10 дней, или за две недели до боя с ним, я сломал руку, вот сейчас тут видно, кость торчит. Я не хотел подвести нашу, наш клуб, нашу лигу, сняться с боя. Думал, если честно, думал, что я спокойно пройду, потому что до него я прошел более именитых и хороших бойцов. Ну, не судьба, все вышли лучше знают. Вот попал на удушение, заснул, проиграл. По поводу реванша, вот, я очень сильно хотел реванш, он мне несколько раз отказался, и после последнего боя Майрбек Сулумбекович сказал, кому ты проиграл, от кого ты проиграешь, и Яра Агитая, наш президент, сказал, от этого, от Тора Свавел, и Майрбек сказал, надо с ним делать реванш. Потом наш президент Яра Агитая сказал, что ему он уже не нужен, по рейтингу я уже выше его на ногу, и мне, как бы, не резон с ним драться. Действительно, так оно и есть, только если из каких-то, сугубо личных каких-то, чтобы самолюбие свое восстановить, как говорится. Сайфулла, ну и давай тогда поработаем немного над твоей ударной техникой. Покажи нам свой бокс, который ты с братом отрабатывал с детства. Какие комбинации любишь применять? Вот я, например, люблю, кидаю джеб, понимаешь, снизу и лево-боково. Вот хорошо проходит. Давай попробуем. И неровка. И неровка. Вот, покажу. Вот, 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 ты, потому что неровка могу добавить. Давай тогда, с развитием. Очень хорошая комбинация. Да, еще, еще ты говорил, что левый прямой, левый боковой, правый прямой, да, получается? Да, правый прямой. А, или наоборот. Вот, туда скачковый левый боковой. Ага. Право. Ну да, это, я думаю, ММА классика. Очень хорошо эти удары проходят. В принципе, много ударов ММА-то и не нужно. Да, раз, два, раз, два, три. Угу. Все. А ногами не работаешь, да, до сайфула? Конечно, работаю. Давай тогда что-нибудь. Без ноги я никак не могу. Да, давай тогда что-нибудь с ногами тоже. Вот, я обычно с ногами люблю кидать джеб. Угу. Вот, он руки поднимает. Или я бью отсюда в печень. Угу. Или же разворотом в печень. Ну, давай тогда попробуем. Так, первый, второй. Давай, и первый, и второй. Сейчас, первый пока. Угу. Вот, мы делемся. Джеб сразу в печень. Вот, раз, два. Еще раз. Вот, раз, два. Отлично проходит. Угу. Ну, и давай тогда уширу тоже. Ну, уширу. Вот, тоже. Тут надо быть чуть побыстрее. Как бы уже синхронно надо работать. Вот я тут должен сделать разворот. Ага. Поэтому, если он успеет руки опустить, то я только по защите попаду. Ага. Вот. Раз, два. Сразу. Удвигаемся. Угу. Угу. Ну, в принципе, да. Ты хорошо скрываешь, и ногу не видно бывает. Очень опасное тоже может быть попадание. Сейфулат, теперь тебе предстоит возвращение в ММА после, ну, некоторой паузы. Вот, есть ли у тебя мысли, с кем у тебя будет бой, или с кем бы тебе самому хотелось подраться? Я скажу честно, мне без разницы, с кем меня поставить. Я с теми буду драться. Выбирать соперников, это не в нашем стиле. Мы полагаемся на Всевышнего Аллаха. Мы трудимся. Мы настраиваемся. А что будет, то будет. Соперников мы никогда не выбирали. Не будем. Иншаллах. Иншаллах. Вот ситуация в полулегком весе лиги ACB такова, что у вас пока нет чемпиона. Как ты в целом оцениваешь этот весовой дивизион? Кого можешь выделить? Да, сейчас поиск, как мы знаем, вакантный в этой весовой категории. Есть очень много хороших перспективных ребят, в том числе наши бойцы, если взять по рейтингу. Адлан Батаев, очень хороший боец. У нас есть еще Ислам Исаев, Тимир Абдурахман. Много есть, можно каждого поставить на титул. Я уверен, что в 100% они это оправдают. А так, если в общем взять, что есть очень хорошие перспективные ребята. Ну и твои титульные амбиции, Сайфулла. Я знаю, что ты максималист, ты любишь побеждать, ты любишь достигать всего самого наилучшего. Как ты сам оценишь свои титульные перспективы? Ну, конечно, я тоже неспроста тут нахожусь, не занимаюсь, чтобы не просто так, чтобы, как сказать, чтобы провести просто время, напросто. У меня есть цель, я стремлюсь к этому целью. У каждого спортсмена должна быть цель. Если без цели, то он как бы пустой человек в спорте. Можно сказать так, что он занимается чисто для себя. Надо поставить цель, надо к этому цели стремиться. Я себя тоже считаю не из слабых. Я могу лучше, чем кто-либо там, оказать соперничество. Но еще раз повторюсь, у нас есть ребята, которые стоят впереди рейтинги. И нагло забрасываться туда я не хочу. Ну да, время покажет. Да, время покажет. Кто будет ближе, кто будет первым. Сэйфулла, как ты относишься к критике, именно к твоим выступлениям? Вот, допустим, мне приходилось комментировать твои бои, и мы очень часто отвечали, твои опущенные руки. Руки выпускают. Ну, скажи честно, насколько напрягает, когда ты, допустим, ты понимаешь, что, допустим, ты контролируешь ситуацию, кто-то говорит так. И не только может быть это, может, со стороны кто-то тебе тоже говорил об этом. Я уже немалый раз это слышал, в том числе и от вас. Ну, сказать честно, да, я держу достаточно низко руки, в отличие от тех, у кого база бокс, они вот так держат. Ну, я чувствую себя очень удобно, я чувствую соперника, тайминг, дистанцию, я вижу хорошо. Я много раз на тренировках проверял, держал руки вот так, я и так пропускаю, и так пропускаю, лучше видеть нормально, чувствовать себя спокойнее. Я выбрал вот это. Ну, я могу оттуда же и встречать, и уходить, могу поднимать руки. Ну, это как получится. Ну, и вообще сильно напрягает, когда, допустим, кто-то тебе советует, или все-таки ты относишься с пониманием и терпимо к этому? Ну, я уже привык к этому, но если изначально, когда мне один, второй, десятый, тринадцатый говорил, мне это уже напрягало, честно сказать. Вот, кстати, вот Александр Емельяненко, ему тоже очень часто говорят, что он держит низко руки, и он тоже самое сказал. Говорит, я держу низко, но зато я вижу соперника, успеваю контратаковать и контролирую тейкдауны, а так, говорит, я бы не успевал. Каждый спортсмен чувствует свое тело, сам себя, от того, что я подниму руки, но я не буду себя чувствовать комфортно, я не буду лучше драться. Лучше я буду чувствовать себя комфортно, буду то, что я умею делать, и спокойно. Да, тем более, что пропустить можно и так, с маленькой перчаткой. Да, и с маленькой перчаткой можно, даже и с большими перчатками, но главное вовремя успеть поставить руку в блок, а так все нормально. Ну и самое главное, твой брат доволен твоим боксом, он не критикует тебя. Ну да, бывают моменты, что тоже самое, руки отпускаешь, или там чуть иной раз спешишь, бывают такие моменты, но без критиков, спорт это не спорт. Да, в принципе, у каждого есть своя роль, кто-то должен говорить, кто-то драться и так далее. Каждый вид в своем ракурсе. Сейфулла, безумно приятно было с тобой пообщаться, ты очень интересный собеседник, с нетерпением ждем твоего возвращения в клетку и, как всегда, зрелище от тебя ждем. Да, иншалла, от души спасибо, мне тоже было очень приятно с вами пообщаться, очень много пользы от вас я взял. На этом, уважаемые друзья, у нас все, спасибо, что сегодня были с нами, занимайтесь спортом и ведите здоровый образ жизни, ну и, конечно же, не пропускайте наши программы, увидимся, как обычно, ровно через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok